— Что можно сказать о четвертом дне войны между Хамасом и Израилем, Александр? — Война продолжается. Если пройтись по хронологии, с утра армия обороны Израиля сообщила, то, что все территории Израиля очищены и граница восстановлена. После этого стала известна вся информация, что творилось на юге. И сегодня там побывали международные представители разных СМИ, которые увидели сотни убитых гражданских лиц. Ну и последнее, что они увидели 40 младенцев, которые убиты, у кому-то отрезаны конечности, головы. Я запомнил одну фразу, сказанную, я не помню представителей какой европейской страны, она сказала, что это хуже, чем Освенцим. — Это что касается вот таких результатов у нас на территории. Продолжается атака военная на объекты сектора Газа, уничтожаются штабы, склады, места нахождения, проживания главарей Хамаса, поскольку решение в Израиле принято такое. Хамас ничем не отличается от ИГИЛ, не только руководство, все члены Хамаса должны быть уничтожены. Вот это решение выполняется. Армия подъехала, стоит на границе. Сегодня к вечеру, я думаю, будет принято решение о создании правительства национального единства или чрезвычайного положения. И они, наверное, примут решение о начале наземной атаки. — Александр, то, что случилось, было ожидаемое? — Ну, то, что какие-то теракты со стороны Хамаса могли быть, это всегда ожидаемое. — То есть признаки, которые говорили бы о нападении? — Смотрите, я считаю, это мое личное мнение, после того, как мы победим, тогда, по идее, будет создана комиссия и будет расследование всех пунктов, вы есть виновные, нет виновных. Мое мнение, что армейская разведка ошиблась, которая за две недели до этого случая говорила, по нашей идее, по нашим данным, Хамас пока не собирается нападать. А получилось, как 50 лет назад, в субботу, в праздники, началась атака. И я смотрел недавно фильм «Голда Мэйр», и такое ощущение, что дежавю, я вспоминал, как там было неожиданно, и так и сейчас неожиданно. Где-то понятно, почему они это сделали, есть несколько причин. Одна из главных, это то, что при всем том, что Израиль сближается с Саудовской Аравией, и вполне возможно, что до конца года планировалось подписание мирного договора, а после этого и другие страны могли бы последовать примеру. Проблема Палестины как-то начинала отодвигаться в сторону, потому что даже требования Саудовской Аравии не были столь жесткие по отношению к Израилю. Они не требовали там два государства для двух народов или столицы Палестины в Иерусалиме. Они просили какие-то дать более свободы для руководства палестинской автономии. Мне кажется, все это привело к тому, что палестинские террористы и их руководители решили как-то о себе знать. Вот сейчас практически говорит весь мир только об этом. Когда вы говорите «мы победим», каким вы представляете эту победу? Я не знаю точно, что считает Генштаб Израиля, но мое мнение, я сказал, что все хамасовцы, а их как минимум 40 тысяч, из которых там половина это просто подготовленные, они все должны быть уничтожены. Где бы ни находились они? Ну, во-первых, желательно их, я вряд ли, кто-то покинет сектор газа, он сейчас закрыт со всех сторон. Но, по крайней мере, те, которые в секторе газа, они должны быть уничтожены. Я знаю кое-какое руководство, которое сидит сейчас в Катаре. Я думаю, до них тоже мы доберемся. Сейчас сектор газа в полной блокаде. Ну, есть граница с Египтом, но Египет, там КПП Рафиев, там скопилось очень много народу, потому что Израиль сказал покинуть гражданскому населению опасные районы, чтобы не подвергать свою жизнь опасности. Даже в этой ситуации, когда мы видим все зверства. Но египтяне не пропускают через свой КПП больше 2-3 тысяч в день человек. А палестинцы покидают сектор газа? Ну, местное население там и по данным организации ООН, которая занимается в секторе газа, она говорит, что у них там порядка 140 тысяч, которые пытаются покинуть. У меня информация, Александр, что на территории газа в блокаде оказались 13 тысяч работников ООН. Это правда? 13 тысяч – это что-то цифра какая-то запредельная. У нас такой информации нет. Там есть организация УРНа, которая представляет ООН, и это называется комиссия по содействию развития палестинской автономии и так далее, но может все вместе идти разговор о какой-то тысяче человек, но не больше. Так что я эту информацию не могу как-то комментировать, потому что у меня таких данных нет. Как вы думаете, это начало большой войны, Александр? Все зависит от того, как поведет себя Иран и его прокси Хизбалла в Ливане, потому что последние два дня они делают провокации, и вчера был какой-то минометный обстрел небольшой, на что пришлось Израилю ответить. Со стороны Ливана? Да, со стороны Ливана, да. Причем Хизбалла сказала, что это мы не мы, это какая-то пропалестинская организация. Но все прекрасно знают, что Южный Ливан подчиняется в Хизбалле. Сегодня, недавно, час назад, был опять обстрел нескольких населенных пунктов со стороны Ливана. Артиллерия Израиля ответила по тем местам, откуда шел обстрел. Вы, наверное, в курсе, что в Средиземное море к берегам Ливана подошел американский авианосец в сопровождении крейсеров нескольких, и они предупредили Хизбаллу, Сирию и Иран, чтобы они не вмешивались в конфликт между Израилем и сектором газа, потому что тогда им придется принять определенное участие. Я надеюсь, здравый смысл у Ирана сработает. И более того, в самом Ливане правительство Ливана тоже против того, чтобы Хизбалла начала участие, потому что для Израиля Хизбалла — это Ливан, поскольку часть представителей Хизбаллы сидит в парламенте Ливана. Поэтому Израиль будет рассматривать эту агрессию как агрессию не террористической организации, а государства Ливан. И будет соответственная реакция уже по руководству Ливана, не только по Хизбалле. Поэтому предупредили эту страну, чтобы она постаралась не вставлять в этот конфликт. Если этого не произойдет, то, естественно, это не разгорится на весь Большой Ближний Восток, по крайней мере, в ближайшее время. Потому что Израиль не заинтересован в этом, ему есть с чем заниматься. Да, мне кажется, Иран не очень заинтересован, потому что он пытается снять с себя какие-то санкции. А даже сейчас подозрение в том, что он помогал Хамасу провести эту операцию, уже натолкнуло на то, что ряд государств Европы предложило ужесточить санкции против Ирана в связи с тем, что они считают, что Иран замешан в этой террористической операции. То есть Израиль не остановится, пока не решит вопрос сектора газа? По крайней мере, так звучит... Во всяком случае, от официальных лиц Израиля звучат такие заявления? Да, да, так пока звучит. Это то, что хочет народ Израиля. Армия давно это просила, но политическое руководство ему не позволяло сделать. А если сегодня руководство разрешит... Смотрите, за два дня, когда был объявлен призыв резервистов, при всем том, что у нас полгода даже больше идут внутренние проблемы, столкновения разных мнений, оппозиция, коалиция, резервисты грозили, что они вообще не будут приходить на сборы, за два дня пришли 360 тысяч резервистов. Пришло 400 тысяч, просто 40 тысяч пока отправили домой, говорят, вы пока не нужны. За два дня такой сбор даже Россия себе не могла устроить, когда был объявлен призыв в армию. Патриотизм есть, люди хотят... Александр, это по призыву или они сами захотели? Как? Они получают, резервисты получают сообщение. Это называется ЦАВ-ШМОНЫ, приказ 8. Это все знают. И часть приходит, часть по каким-то причинам, может быть, не прийти, но в данном случае пришло на 40 тысяч больше, чем просили. Да. Вот что сказал сегодня президент России. Он считает, что конфликт между Палестином и Израилем решится, если будет признан Палестин суверенным государством. У меня возник вопрос тогда... Он много чего считает, ничего в этом нового, в их концепции нет. Но это очень похоже на конфликт Нагорного Карабаха, которого тоже могли бы считать суверенным государством в свое время. И разрешить этот вопрос. Смотрите, двойные стандарты никто не отменял. Если президент России на одну планку, чашу весов может ставить государство Израиль на другую террористическую организацию Хамас, то я, честно говоря, не очень задумываюсь о каких выводах он после этого делает. То же самое, смотрите, сегодня, за два дня после того, как Израиль закрыл газу, уже слышатся в Европе тревожные слова о том, что как же так, это же блокада, как же там будут люди жить без воды, без света, без газа. А то, что больше девяти месяцев Нагорный Карабах был в блокаде, все выражали только сожаление и больше ничего не делали. Вот вам двойные стандарты. Редактор субтитров А.Семкин